Приветствую вас. Я, честно говоря, думал, что ваш вопрос перенесут в раздел эзотерики, но этого не произошло. Поэтому я также попробую ответить вам на ваш вопрос с точки зрения психологии. И предложил с точки зрения психолога свой метод общения с человеком, который вас покинул. Смотрите. Значит, я думаю, что первое, что нужно сделать, это поднять все архивы, все имеющиеся данные о человеке, о том, каким он был, ну, освещить по семинару. Вот, фотографии посмотреть, расспросить, если есть аудио-видео, то вообще прекрасно. Вот. И, соответственно, было бы здорово, было бы здорово и идеально, если бы вы представили себе себе его. И я имею в виду своего деда. Если бы вы представили его, если бы вы как следует поработали с его образом, то есть как будто бы осмотрели, осмотрели бы его со всех сторон. Вот. Позадавали бы ему простые вопросы у себя в воображении. Вот. Послушали бы его ответы. Послушали бы его ответы, которые вы точно знаете наверняка. И когда вы в какой-то момент, а при, так сказать, высокой степени вашей восприимчивости, это вполне реально, в какой-то момент вы почувствуете, что вошли с ним в контакт, вы можете задать интересующие, интересующие вас вопросы. И я полагаю, что вы получите ответы на твои вопросы, потому что по моему убеждению, исходя из своего опыта, я могу сказать, что вы знаете своего близкого человека, пусть он и ушел, вот, пусть его и нет сейчас с вами, но вы знаете этого человека, и вы знаете, что он вам ответит. Нужно просто прислушиваться. Нужно просто прислушиваться к тому, что он будет говорить. Возможно, вам с первого раза сделать это неудачно. Возможно, но при определенном подходе, со второго, может быть, с третьего раза, у вас обязательно получится. И вы сможете задать, собственно говоря, те вопросы, которые вам хочется задать. А, ну, вот. Своему делу. Вот. И вы получите ответ. Правда, у вас другой вопрос. Самравится ли вам этот ответ? Это уже немножко, согласитесь. Другая история. Что нужно? Установить образы, причем образы все. зрительные, чувственные, обонятельные, отвязательные. Вот. Это первое. Второе, что важно, закрыть глаза и представить себе своего деда. Представьте его себе и поговорите. Я уверен, что у вас получится. Я уверен, что вы сможете. Вот. С точки зрения психологии это как раз таки то, что вы можете сделать. С точки зрения психологии это как раз таки та история, которую вы можете самостоятельно провернуть. С точки зрения психологии, так вы можете добиться того, чего вы хотите. Вот. Но, естественно, не сразу. Вот. Может быть вам понадобится помощь психолога. психолог позволит вам, ну, не отвлекаться и направить ваши мысли в нужную сторону. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Простите заранее, если не дали мы вам тех ответов, которые вы хотели бы, потому что мы психологи, а не эзотерики. Вот. Ну, надеюсь, моя рекомендация вам поможет. И главное, не увлекайтесь сильно прошлым, не увлекайтесь сильно людьми ушедшими. Все-таки самое главное это то, что мы делаем здесь и сейчас. Я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.